Красные родинки на коже На первый взгляд, совершенно безобидные родинки могут таить в себе реальную опасность, перерождаясь в серьезное онкологическое заболевание меланому. По каким причинам появляются красные родинки? Очень часто красными родинками являются гемангиомы, представляющие собой доброкачественное новообразование клеток кровеносных сосудов. Как правило, размеры гемангиом не превышают 2-3 мм, но иногда они могут занимать и довольно большую площадь. У многих людей пожилого возраста резко возрастает количество гемангиом из-за естественных изменений в стенках кровеносных сосудов. Это нормальное явление, его не следует бояться. Распространенная причина появления красных родинок – болезни печени и поджелудочной железы. Причем, как правило, наиболее яркую окраску такие родинки приобретают в моменты обострения болезни. При этих заболеваниях красные родинки четко локализуются в верхней части тела. Красные родинки могут появиться также из-за некоторых аутоиммунных заболеваний, например, системной красной волчанки, болезни Либмана-Сакса, ревматоидного артрита. При таких болезнях иммунная система перестает узнавать собственные клетки, воспринимая их как чужеродные болезнетворные агенты. Начинают усиленно вырабатываться антитела, атакующие клетки собственного организма. В результате возникают нарушения в работе кровеносной, опорно-двигательной и некоторых других систем. Появление красных родинок может быть также вызвано нехваткой некоторых витаминов, особенно витамина С, П, П, К. В этом случае желательно принимать поливитаминные комплексы или увеличить в своем пищевом рационе долю продуктов, богатых этими витаминами. Также они могут появляться из-за неправильного питания, когда в кишечнике и печени скапливается много токсинов. Их появление может быть спровоцировано аномальным ростом кровеносных сосудов. Красные пятнышки на лице, кистях рук и других открытых участках тела, которые редко находятся под одеждой, могут появиться из-за чрезмерного пребывания на солнце. Следует быть более осторожными. Наконец, в наиболее тяжелых случаях, такие красные родинки могут быть симптомом развития некоторых форм рака. Поэтому при их появлении следует обратиться к специалисту за консультацией. Обратите внимание на края таких родинок и их текстуру. Если они неровные, шершавые и в размере превышают 6 мм, то необходимо обратиться за консультацией к дерматологу. Для предупреждения появления красных родинок на теле, необходимо регулярно очищать кишечник и укреплять печень. Постарайтесь пить не менее 2 литров воды в день. Старайтесь есть больше свежих овощей и пить натуральные соки. Очень полезными в этом плане будут морковь, артишоки и сельдерей. Красные родинки Которые не позволят скапливаться большому количеству токсинов и вредных веществ в организме. И тогда ваша кожа скажет вам спасибо. Признаки перерождения родинки. В медицинской практике те образования, которые в обиходе называют родинками, называются пигментным невусом. Настораживающими для вас должны быть следующие изменения родинки. Асимметрия. В большинстве случаев родинки полностью симметричны. Если вы проведете воображаемую линию через центр родинки, то обе половинки родинки должны быть полностью идентичными. В случае возникновения рака кожи, родинка может деформироваться и утратить свою симметричность. Размытые границы. Также на то, что ваша родинка начала перерождаться, могут указывать различные изменения контуров родинки, их расплывчатость. Кроме того, вокруг образования может появляться значительное покраснение, которое называется ореолой. Появляется такая краснота в виде венчика. Смена цвета родинки. Наиболее тревожащий признак. Любое, даже малейшее изменение цвета вашей родинки становится прямым показанием для визита к врачу. Пигментация кожи может возрасти или наоборот ослабнуть. В редких случаях родинка меняет цвет на полностью черный. Кроме того, окраска родинки также может стать и неравномерной. А по периферии родимого пятна появляется кольцо узелков разных размеров угольно-черного цвета. Полное отсутствие или даже небольшое нарушение рисунка кожи в области родинки. Все это также очень тревожные признаки. Увеличение родинки в размерах. Даже в тех случаях, когда больше нет никаких прочих признаков изменений, увеличение размера в родинке становится поводом для визита к специалисту. Родинка может уплотниться или же несколько возвыситься над кожей. Если вы заметили такие изменения, то незамедлительно обратитесь к врачу. Появление дискомфорта. Чаще всего люди не ощущают своих родинок. С другой стороны, сжение, изуд, покалывание и напряженность в области родинки становятся одним из главных симптомов перерождения вашей родинки. В таких случаях на ее месте могут образоваться различные трещины или изъязвления. Она даже может начать кровоточить. Если с поверхности родинки неожиданно начали выпадать волосы, то это свидетельствует о ее превращении в злокачественную опухоль. При появлении даже самых незначительных на первый взгляд изменений, лучше сразу обратиться к врачу-специалисту. В данном случае разумнее будет перестраховаться, чем после раскаиваться. Какому врачу следует обратиться при появлении красных родинок? Если вы решили обратиться в больницу и не знаете, какой врач занимается родинками, то верным решением будет направиться в первую очередь к терапевту. Терапевт – врач универсальный. Он опросит вас и проведет первоначальный осмотр, после чего отправит вас к более узкоспециализированному врачу. Скорее всего, терапевт отправит вас к дерматологу. В свою очередь, дерматолог сможет осмотреть и обследовать вашу родинку без какого-либо хирургического или инвазивного вмешательства. Одной из ключевых процедур становится дерматоскопия. После проведения этой процедуры врач сможет сказать вам, нужно ли будет удалять эту родинку или можно ее оставить. Дерматоскопия – процесс полностью неинвазивный и безболезненный. Процедура позволяет на самых ранних стадиях провести диагностику кожных заболеваний и различных новообразований. Если глазами мы можем увидеть только лишь то, что лежит на самой поверхности, то дерматоскопия позволяет заглянуть много глубже в глубинные слои эпидермиса. Если дерматоскопия даст отрицательный результат, а дерматолог скажет вам, что родинку удалять все же нужно, то придется обратиться к хирургу. После того, как этот специалист изучит результаты вашей дерматоскопии, он предложит сразу несколько вариантов по удалению родинки. В частности, родинку можно выжечь лазером, электричеством или жидким азотом. Можно удалить ее при помощи небольшого хирургического вмешательства. После того, как вы определились с методом удаления родинки, вам придется только прийти на операцию и избавиться от злокачественного образования. Источник – интернет. Субтитры создавал DimaTorzok